Всем привет! Обзор сегодня про пульс-оксиметр. Будем сравнивать такие две модели и сейчас обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра! В комплекте поставки фирменные красочные упаковки. Есть руководство пользователя на английском языке, в котором можем видеть все основные технические параметры прибора. Раз это медицинское оборудование, применяется и очень энергоэффективная OLED-матрица. Прибор достаточно компактных размеров, но и из органов управления всего одна кнопка на приборе. Принцип работы данного устройства заключается в том, что сквозь палец передается сигнал от одного датчика к другому или, правильнее говоря, от источника сигнала к приемнику, поскольку сенсор находится достаточно глубоко и палец, естественно, следует загружать максимально до упора вперед. Чтобы максимально точно снимать показания измерения, обязательно нужно следовать правилам. Это и чистые руки, а применение лака для ногтей также не гарантирует точность показаний, следует исключить крем, масла и так далее. То есть руки должны быть абсолютно сухими. Работает прибор на двух элементах питания стандарта 3А 1,5 вольт и еще в комплекте вот такой темляк. Тоже смотрим аккуратный оксиметр и в сравнении по размерам он здесь даже более компактный. Также видно перфорация для тревожного оповещения для критических значений. Этот прибор точно также питается на двух элементах питания стандарта 3А, а излучатель и приемник в данном приборе выйдем покрытые из менее прозрачного материала, чем на предыдущем приборе. Темляк здесь нравится больше, более высокое качество. Эта бумажка скорее всего сертификат соответствия, ну и для данного прибора также руководство пользователя на английском языке. Электромагнитное излучение данного прибора это красное и инфракрасное излучение с соответствующей длиной волны и обозначением мощности излучения для соответствующих диапазонов измерения. Включается прибор все очень просто, всего одно нажатие на кнопку, но есть еще одно очень важное правило при измерении показания нужно снимать либо с указательного пальца либо вариант это безымянный палец. Что касается мерцания дисплея это только на камеру, в зависимости от модели нажимая на кнопку можем менять и ориентацию дисплея. Слева показатель 99 это уровень насыщения кислородом, показатель который отражает качество работы органов дыхания и если этот показатель опускается ниже значение в 94 процентов это тревожный сигнал о том, что здоровьем не все в порядке и если есть даже небольшие отклонения то мне кажется есть смысл задуматься о состоянии здоровья и рядом показатель это уже число пульса то есть сердцебиение удара в минуту снизу пока непонятно что это значит похожий на электрокардиограмму то есть графическая индикация пульса вернее ритма удерживая нажатой кнопку можем войти в раздел настройки настройки в обоих приборах почти одинаковые поэтому будем смотреть только на одном приборе с помощью короткого нажатия можем перемещать курсор на другой раздел на выбранном разделе снова удерживая кнопку нажатой уже можем заходить и в под режиме настроек этот раздел позволяет установить порог срабатывания звукового оповещения минимальные и максимальные значения для уровня кислорода и числа пульса сердцебиение хотя этот раздел мне кажется лучше оставить по заводскому умолчанию вернуться в предыдущее меню нужно снова удерживать кнопку в данном разделе в разделе аларм можем включать отключать непосредственно сам звуковой излучатель в разделе бип это включение отключения звукового отклика нажатия кнопок в разделе дома демонстрация скорее всего речь идет про анимацию в роли заставки при загрузке устройства данный раздел позволяет сделать сброс на заводские по-молчанию установки и крайний раздел брать нас возможность менять яркость регулировки подсветки хотя для олит матрицы будет правильным если называть регулировка яркости конкретно пикселей и самое крайнее значение exit это раздел чтобы полностью выйти из настроек и значение яркости можем менять от 1 до 4 единиц это же устройство может похвастаться более качественным дисплеем хотя технология все то же самое олит но мерцание как таковой отсутствует параметры настройки и все абсолютно то же самое еще один очень важный параметр при измерении нельзя шевелить прибором на качество измерения также влияет яркий солнечный свет или другие какие-то яркие источники света следует избегать измерения холодными руками это тоже влияет на точность измерения и еще обязательные параметры следите за индикатором емкости элементов питания поскольку разряженные батарейки также могут вносить погрешность в измерениях этот прибор от предыдущего отличается еще наличием двух дополнительных измерений снизу значение rr это число дыхательных движений за одну минуту то есть в норме взрослый человек дышит от 16 до 20 раз в минуту ребенок до 30 раз в минуту у новорожденных этот показатель может достигать даже 40 раз и более что же касается раздела pl мне пока остается неясным точная функция этого раздела возможно это мощность уровень пульсации и в норме у человека как мне подсказывает должно быть в диапазоне от 4 до 7 единиц в этих приборах исключается возможность применения низковольтных аккумуляторных элементов питания и поэтому измерение тока будем начинать с напряжения в 3 вольта ток потребления составляет всего 14 миллиампер и с таким током от одного комплекта элементов питания устройство может работать бесперерывно в течение более трех суток а если пользоваться каждый день по несколько минут то заряда элементов питания хватит даже на несколько лет но это в идеальных условиях проверяем потребление тока и на выключенном приборе как видим есть мизерный ток 11 микроампер и даже с таким током в течение года прибор способен до 10 процентов разрядить емкости элементов питания так что это устройство покажет многое о вашем здоровье и в знак поддержки можно ставить лайки и писать комментарии и обязательно не забудьте подписаться всем спасибо за просмотр подписаться всем спасибо за просмотр